Акции ритейлеров показывают отличный рост в последние несколько недель. Хорошие отчеты у Магнита, X5 Group, так может стоит купить их акции? Или есть более мелкие компании, акции которых могут показать значительный рост выше 100%. Приветствую вас на канале Cashflow. С вами снова Владимир. В этом видео вы узнаете о трех лучших компаниях из сектора потребительского ритейла, акции которых стоит купить прямо сейчас. Подпишитесь на канал и поставьте лайк авансом, ведь это видео наверняка поможет вам сформировать решение о покупке, а может быть даже о продаже акций. Вначале скажу, что все свои сделки, фундаментальный анализ компаний, топы лучших акций, все это я публикую в своем телеграм-канале. Там у нас есть чат, где любой желающий может задать свой вопрос. И я, кстати, регулярно на них отвечаю. Ссылка будет в описании. Представители ритейла в любой экономике во все времена выступают защитными активами. Давайте сегодня посмотрим на примере российских ритейлеров. Так ли это? Я выбрал три лучшие акции из потребительского ритейла для покупки прямо сейчас. Первая компания – это, конечно, Магнит. Магнит входит в топ продуктовых ритейлеров. Компанию отличают различные форматы магазинов, которые функционируют в локациях в зависимости от объемов местного рынка и потребностей покупателей. Компания опубликовала сильные результаты за второй квартал. Общая выручка выросла на 38%. Магнит продолжает успешно интегрировать приобретенную ранее компанию «Дикси». Сопоставимые продажи увеличились на 13%. Рост среднего чека составил 15%. Отчасти я согласен с теми, кто считает, что средний чек увеличился за счет роста цен. Однако я специально привел эти два показателя вместе, чтобы отметить и заслуги компании. Идем далее. Компания открыла 194 магазина. Общее количество магазинов в сети по состоянию на 30 июня 2022 года составила 26 731 магазин. И это внушительные цифры. Доля онлайн-продаж в общей выручке невелика, но она демонстрирует уверенный рост. Темпы роста выручки и развития сети качественные. Компания успешно переваривает потребительскую инфляцию, пользуясь своим положением востребованного игрока. Магнит продолжает тестировать новый формат магазинов у дома с расширенной линейкой товаров, а финансовые показатели говорят об успехе в этом направлении. А учитывая сильную денежную позицию, я бы не исключал возврата к выплате дивидендов уже в этом году. Совет директоров компании может рассмотреть вопрос о выплате промежуточных дивидендов уже в ноябре. Главным драйвером роста компании станет расширение в регионы, тестирование новых форматов магазинов, замещение собственной продукции ушедших брендов. А у компании, кстати, 17 собственных производителей продуктов питания. А также покупка более мелких игроков, консолидация и укропнение сектора. Магнит есть и продолжает быть флагманом ритейл-сегмента экономики. Компания выглядит устойчивой и с обозримыми перспективами на будущее. Магнит – это классический представитель защитного сектора. В текущей ситуации плюсом компании является и ее место регистрации – это Россия. К тому же Магнит обладает одной из лучших в России логистических инфраструктур в потребительском сегменте. Кратко перечислю вам очевидные плюсы компании. Во-первых, Магнит – это один из лидеров продовольственного ритейла. Компания пробует новые форматы, развивает электронную коммерцию и цифровизацию продаж. Помимо этого, компания заключила ряд стратегических соглашений по поставкам непродовольственных товаров из Азии. Также Магнит обладает большим охватом продукции собственных товарных марок. Рост финансовых показателей органический и за счет высокой инфляции. Компания занимается пересмотром ставок аренды помещений и складов в сторону снижения. А из минусов и рисков отмечу потенциальный рост цен на закупку, а также резкое снижение покупательной способности населения. Кстати, друзья, если вам такой формат нравится, то обязательно поставьте лайк. Это будет отличной мотивацией для меня делать новые видео для вас. Главный конкурент Магнита – компания X5 Group, лидер продуктового ритейла в России. И сразу огромный нюанс – нероссийская регистрация и депозитарный характер актива. Компания X5 Group, как и компания Магнит, опубликовала хорошие операционные, а вслед за ними и финансовые показатели. Все сегменты бизнеса демонстрируют рост. Выручка за второй квартал выросла на 18%, а чистая прибыль увеличилась почти на 58%. За второй квартал было открыто 300 новых магазинов. Выручка цифровых бизнесов показала рост на 38% по сравнению с прошлым годом. Отдельно отмечу сеть магазинов низких цен «Чижик». Выручка увеличилась к предыдущему году в 28 раз. Это эффект низкой базы во всей своей красе. Кстати, компания планирует ускорить развитие «Чижика» и открыть более 400 точек в 2022 году. Ну а потребительский спрос остается устойчивым, хотя и предсказать его на средний срок достаточно сложно. В общем и целом сюрпризов не произошло. У компании все хорошо с цифрами. Рост выручки логичен на фоне высокой инфляции. Компании удалось удержать под контролем затраты. X5 стала бенефицаром панических закупок товаров населения в первом полугодии. Второе полугодие, скорее всего, будет более спокойным по показателям. Но рост продолжится. Компания продолжает удерживать лидирующие позиции в ритейле. X5 намерена уделять приоритетное внимание расширению формата жестких дискаунтеров «Чижик». В июне X5 приобрела 15 супермаркетов «Призма». Этот шаг позволил интегрировать магазины в сеть супермаркетов «Перекресток» и расширить клиентское предложение. Компания продолжает искать возможности роста, возникающие на рынке. Также стало известно о том, что компания X5 покупает 70% долей в бизнесе крупных ритейлеров Восточной Сибири. Это Красноярский Яр и Слата. Красноярский Яр включает 226 магазинов в Красноярском крае, Туве и Хакассии. А сеть Слата – 362 магазина в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Если вы там проживаете, напишите в комментариях, так ли это. В общем и целом, компания продемонстрировала хорошие текущие финансовые результаты и ищет новые точки для роста. Она интересна для инвестиций на долгий срок, только с учетом рисков иностранной юрисдикции. Итак, я рассмотрел двух лидеров продуктового ритейла. Однако на российском рынке есть компании меньшего размера. И одна из них – это очень перспективный игрок. Компания «Лента». Недавний рост котировок – это реакция на качественные цифры в отчете за первое полугодие. Продажи компании выросли на 20% год к году. Бурный рост показали онлайн-продажи с низкой базой. Рост на 159%. Валовая маржа достигла почти 24%. Отмечу несколько важных плюсов компании. У «Ленты» хорошими темпами растут продажи. Положительно сказалась консолидация сетей «Семья» и «Билла», а также сервиса «Утконос». Причем компания развивает онлайн-сегмент и делает ставку на сервис доставки продуктов «Утконос». Средний чек увеличился предсказуемо из-за потребительской инфляции. «Лента» заявила о расширении и развитии всей сети. Компания, скорее всего, не будет платить дивиденды, а сфокусируется на развитии. «Лента» планирует удвоить выручку и довести ее до 1 трлн рублей к 2025 году. В данном случае среднегодовые темпы роста будут выше рыночных, но это защитный потребительский сектор. То есть спрос на услуги ритейлеров сохраняется даже в самые кризисные периоды. Однако у компании есть и свои минусы. В первую очередь у компании высокие издержки на инвестиции, обслуживание магазинов и рекламу. Соответственно, мы видим увеличение долга. «Лента» имеет низкую маржинальность и сильную конкуренцию в ритейле. «Магнит» и «Х5» – более крупные сети, но на них распространяется законодательное регулирование доли рынка. Львиную долю выручки «Ленты» составляют продажи в гипермаркетах, формат которых сам себя изживает. Также стоит отметить, что в котировках может присутствовать высокая спекулятивная составляющая. В целом же «Лента» показала хороший отчет, и планы компании на будущее придали уверенности инвесторам, а котировки отреагировали ростом. Рост показателей и большие планы по развитию на будущее – это явный позитив. Но все же не стоит забывать, что у «Ленты» высокие издержки. Котировки ритейлеров достаточно точно отображают все риски и возможности компаний. По моему мнению, даже несмотря на рост котировок, перспективы, надежность и устойчивость бизнеса, по совокупности факторов в долгосроке лучше всего у компании «Магнит». Напомню, что оптимальные точки входа по всем компаниям из этого видео я выложил в телеграм-канале. Скрытым текстом, чтобы его увидеть, нужно обязательно подписаться. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал.